Шашлык и мороженое. А он сейчас говорит, что его любимым блюдом мясо. Покормили, поговорили, подарки подарили. Если вы не знали, то это нос для черри. Смотрите мое интервью в программе до 17 и старше. У меня не такой контент. Ты не включил на меня микрофон. Будет очень интересно. Всем привет, друзья! Вы смотрите рубрику «Кухня со звездой» и с вами я, Настя Агдунова. Сегодня у нас в гостях Суперстас. Звезду забыли позвать. Я просто футблогер. Все. Звездой тут и не пахнет. Почему так скромно? У тебя большая аудитория в ютубе. Почему ты не читаешь? Я свойский парень, мне кажется. Я делаю контент для таких же, как и я, которым за умные слова не нужны. Им нужно понимание, вкусно, невкусно, и почему невкусно. Вот и все. Друзья, на сегодня вас ждет не только большое интервью со Стасом, но и рецепт нового блюда. А именно мы готовим футблечение с морепродуктами. Это кальмары, мидии, вонголи и креветки. Мне кажется, я его выучу и просто буду сама дома готовить. Стас, как начинается утро футблогера? Как началось сегодня твое утро? Ну, я проснулся, улыбнулся. Я всегда заказываю себе омлет и засыпаю обратно. Пока он едет, я еще сплю. Но я не люблю рано утром просыпаться. Для меня вот нормально прям где-то в 12 и где-то съемка, чтобы было ближе к треем. Это идеальный день, когда вот так вот ты сможешь расходиться, поделать дела, по всем отвечать, по всем запросам. То есть чаще всего ты заказываешь из ресторанов, то есть сам ты редко готовишь? Нет, не рестораны, а доставка готовой еды, да. То есть, просто пример, это кухня на районе. Вот я заказываю. Рестораны для меня это долго, это, возможно, невкусно и, возможно, плохо доставят. Вот. Говорят, что лучший повар – это мужчина. Согласен ли ты с этим высказыванием? Согласен ли ты с этим высказыванием? Или нет? Как вот показывает статистика, когда мы видим шеф-повара мужчин, да, то значит, наверное, что это правильный подход к этой фразе, что мужчины хорошие шеф-повара и лучшие. Но мне кажется, что именно с душой готовят женщины, а мужчины делают просто вкусно. Какое твое самое любимое блюдо, вот что ты можешь есть вот всегда? Ну, нигде такого нет, что я говорил, что шашлык – это мое любимое блюдо. Везде идет, что оливье и стейк. Оливье и стейк везде. Кто это написал, где вы это читали? А какое самое экзотическое блюдо ты пробовал? Может быть, опять же-таки на каком-то отдыхе где-то отдыхал? Чего я только не пробовал. Расскажи, что тебе понравилось, что, возможно, не понравилось, что ты пробовать больше никогда не будешь? Сыр с личинками, сыр стрёминг, суп из мамонта. Как такое? Так, что понравилось? Давай. Суп из мамонта. Нет, суп из мамонта не понравился. Сюр стрёминг я съел прикольную рыбку солененькую. Да, все ее хейтят, но мне понравилось, я ее смог съесть. А что еще первое я сказал? А сыр с личинками очень экзотическое. Очень. Ну, такое в обычной жизни не понимаешь. Значит, экзотические блюда, это вот типа, в основном не могут понравиться. Ну, кто-то кайфовал и от тараканов, и от всего на свете. Ну, вот в обычной жизни на завтрак тараканов положите. Вот. Ну, было прикольно, вот все фекели, а я вот в Стамбуле попробовал шаурму с потрохами. Было прикольно, вкусно. Мне даже понравилось. Так что тут надо подразобраться, для кого это экзотика, а для кого нет. Ну, вот такие блюда я пробовал. Еще достаточно много, но мы это оставим в секрете. Я вижу у тебя татуировки. Это разные продукты. Что-то у нас шаурма, значит, бургер, кола, пицца. А, и картошка фри. Да, это мои камни бесконечности. То есть это настоящие? Да, да, да. При том, что я уже их обновлял три раза, потому что на пальцах стираются. Ну, это была моя идея. И у меня на всех татуировках мой один тату-мастер, Кристина. И она такая сразу, как только я придумал эту идею, она такая, давай делать. Почему? Почему продукты? И почему такие, ну, вредные, да? То есть мы не скажем, что это в заж. Мой канал уже состоит из, главное, типа, хайп, это фастфуд. Шаурма, бургеры, самые вкусные, самые дорогие. То есть я, типа, фудблогер, который ориентируется больше не на рестораны, не на мишленовские звезды, а именно на обывательские продукты. То есть это дешевые продукты из магазина, бургеры, шаурма. То есть то, что мы употребляем вне похода в ресторан. Так что это вот именно, как говорится, знаковые вещи, которые можно изобразить и которые, я могу сказать, типа, построили, типа, меня как фудблогера, как, то есть даже если мы возьмем пиццу, у меня, я пробовал самую дорогую пиццу за 300 тысяч. Шаурма, мой самый первый выпуск, который залетел, из-за которого я вообще стал фудблогером, это я пробовал шаурму в Москве с самым низким рейтингом в приложениях, то есть чтобы там ползвезды, то есть это же вообще ужас. То есть бургер я делал сам, 30-ти килограммовый бургер. Кола, это вообще я люблю просто колу, без сахара. То есть, ну, картошка это такой, типа, знак ушедшей эпохи. Картошка и точка. Так, ну давай мы с тобой продолжим общение про твое творчество, ну и приступим к приготовлению нашего блюда. Дорогие друзья, сегодня мы используем сырую пасту, но если таковой у вас нет, вы можете использовать обычную, либо же приобрести ту, которая сейчас у меня в руках. Дай мне сейчас эту бумажку, потому что там очень много ингредиентов. Чтобы приготовить фетучини с креветками, кальмарами, мидиями и вонголи, нам понадобятся мидии, креветки, щупальцы кальмаров, масло оливковое, соль, смесь перцев, лук-шалот, чеснок очищенный, перец в масле, масло растительное, вонголи, черри красные, вино белое, вода, фетучини со шпинатом, соль, сливки, соус песто и базилик. Это блюдо рассчитано на компанию. Кто-то любит креветки, кто-то мидии, кто-то вонголи. Почему ты решил заниматься блогингом и выбрал творческий псевдоним Супер Стас? Почему Супер? Ну, Супер это придумал Алексей Столяров, потому что я прыгал с 10 метров в воду, делал заднее сальто. Когда мужчины занимались проектом похудения, то есть бегал по усу препятствий, то есть у меня было такое экстремальное выполнение челленджеров, и Леха кричал Супер Стас! Ну, вот из-за этого пошло. А как получилось стать блогером, я всегда говорил, что я инструмент, то есть я помогаю блогерам делать их контент. И в какой-то момент мы поехали в Дубай. Еще первый раз я приехал за границу именно в Дубай. Мы пошли в Мишленовский ресторан, в стейковый, в отеле Атлантис. И мы что-то сидели, и там были стейки по 15 тысяч. И я сижу, что-то рассказываю ребятам, почему оно может столько стоить. Что такое травяной откорм, что такое зерновой откорм. Почему вот так вот кусок мяса, где там может полторы тысячи стоить, а тут 15. Дима все это послушал. Мы когда вернулись, он говорит, зайди ко мне, и он говорит, мы же все равно снимаемся. Давай, ты попробуй вести канал про еду, если ты хочешь. Было много сомнений, много мыслей, много ошибок допущенных. Но там даже были варианты забросить, потому что не получалось. Но, как говорится, со второй попытки вот стрельнул, и так получилось, что стал футблогером. Как ты думаешь, обычному человеку можно сейчас продвинуться и стать популярным, имея в руках только айфон и какую-то дешевую камеру? Ну, в любом случае, надо разобраться, что у человека получается лучше всего. То есть понимать, что может быть, он разбирается в машину, может быть, он хороший оператор, может быть, он круто рассказывает стихи. Из этого мы исходим, что, значит, он может что-то донести до людей. То есть он может привлечь к себе аудиторию таких же энтузиастов, которым будет интересно. И ты начинаешь просто снимать, просто делать. Почему ушли в соцсети? Ютуб до сих пор является лучшей площадкой, где есть рекомендации, где даже ты выложив 10 видосов, один все равно привлечет аудиторию. С нуля. Что такое популярность? Типа найти для себя своих зрителей, начать зарабатывать, ходить по медийным... Это очень такой обширный вопрос, и в нем надо разбираться и понимать, какую выбрать нишу. Насколько сейчас блогеру важен хайп, и почему блогеры хайпят? Хайп нужен для того, чтобы создавались инфоповоды, для того, чтобы собирались просмотры, для того, чтобы тебя больше узнавало тех же процентов. То есть если мы возьмем Литвина, который сбросил на энергетик, а я снял обзор на его энергетики, то в какой-то момент пришли его зрители посмотреть мнение энергетики. То есть я взял его аудиторию. Он хайпанул, а я, ну так грубо сказано, перенял на себя этот хайп. Всегда интересно. Деньги, красивая жизнь. То есть показать. Человек все равно начинает... Были тоже такие же тиктокеры, которые показывали, сколько пролететь первым классом. Я сижу такой, да... И все равно смотрю. Ну при том, что типа... Это цепляет. Да, то есть вот эти вещи всегда продаются. То есть вот это... Те столбы, на которых стоят хайп. То есть что-то богато разбить, с кем-то замутить, или же с кем-то... С кем-то сделать конфликт. Или же, когда человеку интересно только отношения. И как ты заметила, в отношениях всегда выигрывает, если расходится, парень. Девушку все время проигрывает. Это какой пример? Ну, даже пример там, типа того же Милохин и Гаврилина. Дава и Бузова. Ну... Вот почему-то это самый большой какой-то пергам. Ну, я работаю с Давой. Я его являюсь тоже продюсером по Ютубу. Ну, типа... Тебе тоже там можно подумать, кто как выиграл из этой ситуации. Но они... Там не было такого. Они встречаются, у них была... Любовь, у них были отношения. Я не скажу, что там типа прям было хайп на этом. То есть, это не тот случай. Это случай, когда ты шиперист. Там типа... Вот все знают, что вы встречаетесь. Но до конца никто еще не сказал, не подтвердил. Только где-то какая-то новость выходит, только ты появляешься, все сразу вспоминают это. В кулуарах ты обсуждаешь, блин, они реально встречаются или нет. То есть, это так и работает. Типа, вот это люди это обсуждают. И есть еще вот вещи, которые никогда не заканчиваются. Это то, что мы не говорим хайп, это еда, автомобили, развлечения, путешествия. Это те направления контента, которые людям нравятся. Детский контент, семейные сериалы. То есть, вот это... Тут ты просто делаешь контент и люди тебя смотрят за контент. Вот. Так что, в любом случае, надо быть в первую очередь личностью. Ну, а уже добавить хайпа в свой медийный образ или нет, это уже выбор каждого. Ну что, друзья, наше блюдо готово и давайте же скорее его попробуем. Давай. Поделим, как говорится, по-братски. Я часто, я часто так в выпусках использую, когда дорогой ресторан и заказываю одно блюдо на двоих. Так. Но паста хорошая. Паста очень вкусная. То есть, я люблю аль денте и тут она прям по-моему... Ну давай вот, кальмары попробуем. Я помню, я очень вкусную. Давай. Я хочу миди. Но миди вкусные. Миди вкусные. Кереточки тоже. Я, например, очень люблю взять пачку чипсов, завалиться на кровать и посмотреть какой-нибудь сериальчик либо какой-нибудь фильм. Я не могу не спросить, как ты проводишь свое свободное время и какие фильмы ты любишь. Ну, из самых моих любимых, это которые в топ входят и которых можно пересматривать, это законопослушный гражданин, телепорт и целая киноферейная Марвел. Особенно, наверное, первый железный человек. Это, наверное, топ-топ, который я могу смотреть вечно, пересматривать и в любое время. Мой любимый фильм «Шоколад». Я безумно его обожаю. Такая очень поучительная картина, как сладкое может приукрасить вашу серую и обыденную жизнь. Ни один наш гость не уходит без подарка, поэтому сегодня я очень хочу тебе вручить вот такие вот конфеты шоколадные от компании «Чокопепа». Называются они «Май Чокобокс». Вот такие вот конфеты, которые скрасят серые будни. Мне кажется, вы издали Милану Хаметову, а пришел суперстаз. Ну, не «Чокопепа», в любом возрасте. Ребенок, мужчина умирает после 45-ти. Конфета от компании «Чокопепа», которая называется «Май Чокобокс» с разными вкусами и пазлами. В каждую конфету вложены пазлы, и в каждой 200-й конфете находится стикер с особым подарком для ребенка. Пазлы, сказки, шоколадки. И еще продукция от компании «Биокедр». Это натуральная продукция, которая поддерживает иммунитет. Она витаминная, минеральная, на 100% натуральная. Вот это уже подарки для меня. О, это мне нужно. Это что у нас? Это чай? Это дальневосточные кедровые шишки. Тут блогер должен сразу. Обзор. Да. Шишки я еще, как говорится, не пробовал. Сегодня я открыла для себя новый кедровый напиток, полный витаминов, микро- и макроэлементов, фитонцидов и дубильных веществ и созданный для комплексного оздоровления всего организма. Скипите. Да, это чай. Круто. Ну, выглядит прикольно. Тут еще разные баночки, значит, для активной жизни, смотри, В12. О. И очень-очень много баночек. Тасай – это питьевая вода, создана самой природой. Природная питьевая вода Тасай быстро утоляет жажду благодаря оптимальному размеру пузырьков углекислого газа. Вода обладает уникальным минеральным составом, ускоряет обменные процессы в организме, способствует снижению массы тела и подходит для ежедневного употребления. Это была рубрика «Кухня со звездой». С вами была я, Настя Гдунова и Супер Стас. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok